Различная организационная и социальная динамика — это совершенно нормальный процесс и в российских, и в мировых университетах, для того, чтобы найти те организационные модели, которые могут ответить на те вызовы, которые возникают перед современным образованием. Я напомню, что в 2013-2014 году в университете была реформа, которую тогда мы условно называли «переход к мегафакультетам», когда малые факультеты объединялись в более крупные, то, что условно называлось мегафакультетами, для того, чтобы концентрировать ресурсы, лучшим образом их использовать в исследовательской и образовательной деятельности, для того, чтобы в большей степени достигать синергии во взаимодействии различных образовательных и исследовательских предметных направлений. Также обращаю внимание, что тогда же мы разработали и запустили оригинальную бакалаврскую модель, где как раз впервые предусмотрели проектную работу. Многие вопросы, которые сейчас возникают во время реформы факультетов, возникали и тогда. Сейчас мы ведем речь о том, что мы ищем другую организационную модель на трех факультетах. С чем это связано? С тем, что тогда, в 2013-2014 году, переходя от факультетов к мегафакультетам, мы еще старались переходить от мелких кафедр к департаментам, школам, которые бы объединяли коллег и, опять же, позволяли вести внутрипрофессиональную дискуссию более широко и использовать ресурсы более эффективно. Как мы видим, за эти 6-7 лет часть школ и департаментов во многом по-прежнему сохранили дизайн кафедр, только больших кафедр, когда в основном они посвящены преподавательской деятельности, а исследовательская, аналитическая, профессиональная деятельность ведется преподавателям скорее в индивидуальном порядке. С этой точки зрения перестройка трех факультетов направлена на то, чтобы сформировать коллективы, которые объединены общими профессиональными академическими и исследовательскими целями, проектами, работают над этими проектами. И это важно с точки зрения тех задач, которые мы решаем в развитии образовательного процесса. Потому что, когда мы говорим о включении проектной составляющей в образование, речь идет о том, чтобы студенты встраивались в настоящие взрослые большие проекты. Для этого надо, чтобы у них были контрагенты для диалога, для того, чтобы были те подразделения, лаборатории, институты, их можно называть по-разному, которые и ведут эти многолетние проекты, в которых складывается профессиональная деятельность, накапливаются различные компетенции, куда студенты, бакалавриата, магистратуры, аспиранты могут входить как раз как часть профессиональных команд. Мы видим, что в рамках департаментов и школ это не получалось. В связи с этим как раз сейчас и происходит перестройка трех факультетов, где, на наш взгляд, в наибольшей степени назрела необходимость таким образом организовать нашу деятельность, чтобы ответить на вызовы исследовательской и образовательной деятельности университета и построить проектную работу. Редактор субтитров А.Семкин